Село Покур в Нижневартовском районе возглавила многодетная мать. Наталья Уколова вновь выиграла выборы и приступила к исполнению обязанностей. Ранее должность она покинула по уважительной причине. Год назад у нее родилась дочь Мирослава. Но вместо общения с подругами и посещения детских центров, Наталья Уколова следит за ходом строительства жилья и подписывает сметы. Население Покура всего 600 человек. Но каждый из живущих здесь требует заботы и внимания. К тому же это труднодоступный населенный пункт. Сейчас добраться сюда можно только по воде. Поэтому всю работу приходится четко планировать. Рабочий день главы сельского поселения в репортаже Алексея Шабанова. Маленькая Мирослава получает первые уроки менеджмента. Уже две недели каждое утро она вместе с мамой ходит на работу. И к креслу руководителя привыкла больше, чем к игрушкам в детском саду. Где сейчас проходит адаптацию. Мирослава, ты мне уже все порвала тут. Мамы Мирославы, главы сельского поселения Покур Натальи Уколовой, по плану прием жителей. Нужно оперативно переключаться с семейных забот на поселковые. Сегодня на повестке завершающийся ремонт многоквартирного дома. Когда у нас построят дом, то есть дадут, и когда мы зайдем, уже третья зима будет. А вы Наталью Петровну давно знаете? Наталью Петровну всю жизнь, ее всю жизнь. Активная, энергичная, жизнерадостная. Семья хорошая. А что еще скажешь? Покур отрезан от большой земли рекой. Напрямик по зимнику здесь всего 26 километров. В распутицу летает вертолет. Ну, а все остальное время паром он ходит два раза в неделю. По средам и пятницам. Полтора-два часа в одну сторону. Впрочем, к такому режиму изоляции Наталье Уколовой приспосабливаться почти не пришлось. Мне родители привезли сюда в 1984 году. Мне было два года. Я здесь закончила школу, затем поступила учиться. Здесь изначально, не стесняйся, я работала пекарем. Мне очень безумно нравилась эта работа. Пока я заканчивала, получила уже в 2006 году. В 2005 я получила диплом, в 2006 я пришла уже работать в администрацию. Тот самый дом, который сдают после капитального ремонта. Все нужно проверить на месте самой. А тем временем в Покуре восстанавливают еще несколько жилых помещений. В этом доме на улице Белорусская наконец удалось провести косметический ремонт. Вы были многодетной матерью. Вы пошли бы работать руководителем в сельском педагоге? Никогда. Почему? Нет. Я не настроена на это. Нет. Надо уметь руководить людьми. Это очень большая ответственность. Наталья Петровна, я очень рада, что она вышла на эту должность. В нынешнем году Покуру исполнилось 170 лет. Полтора с лишним века назад поселения, как и многие, создавали коренные жители. Уже в 20 веке мужчины записывались в рыболовецкие артели, потом уходили на войну. В нынешнем году к юбилею мемориал славы в Покуре обновили. По 70 или даже 75. А плиты прежние, да, с номера добавили? Нет. Они не вели. Большая часть семьи главы Покура живет в Нижневартовске. Сюда они переехали два года назад. Старшая дочь Виолетта учится в колледже, сын Константин в школе. Впрочем, мама приучила старших детей к самостоятельности. Мама вот сказала, что ей придется уехать на работу. Нам, конечно, тяжело без мамы, но мы приняли это решение. Созваниваемся с мамой, она дает нам советы, там, советуем с ней, общаемся и по видеозвонку. По дому я делаю уборку, готовлю кушать, слежу за младшим братом своим, он у меня учится в школе, помогаю ему. Пока у нас еще переправа, они на выходные приезжают, еще более-менее легко. Она распутится, будет тяжело. Это распутится месяца полтора-два у нас будет. Никакой, ну, только телефонная связь и все. Больше никак не приедут они ко мне и мы к нему. Впрочем, впереди зима. Тогда короткая дорога позволит семье вновь воссоединиться. Но к этой холодной и такой желанной зиме главе поселения еще нужно основательно подготовиться. Эту историю из Покура для программы «Больше чем новости» рассказали Алексей Шабанов и Евгений Лоскутников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова